Друзья, всем привет и сразу к делу. Китайцы, 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 повсюду одни китайцы, каждую неделю мы получаем какую-то новинку. Но что делать, если не нужны тебе эти китайцы, а машина нужна, большая, вместительная, надежная? Значит, за моей спиной подходим, подходим, знакомьтесь. Сан Йонг Рэкстон. Вот эта машина с 2015 года в России не продается. Соответственно, совсем недавно человек ее заказывает под ключ из Кореи. 2 миллиона 800 тысяч рублей полная цена под ключ с доставкой в Москву. Что мы имеем? 2019 год с пробегом 33 тысячи километров покупает. Комплектация предмаксимальная. Нет, например, панорамной крыши, но всякие помощники, круговые обзоры, все есть. Нет третьего ряда сидений, но машина большая, вместительная, с полным приводом, 2,2 дизель. Зачем он ее купил? Почему вот именно эта машина в эти деньги? Ведь можно было выбрать что-то другое. Почему не купил китайца? Почему не купил машину с пробегом здесь? Давайте обо всем этом поговорим сегодня с владельцем. Для чего нужны эти сюжеты? На сегодняшний день, как мне кажется, на нашем рынке, авторынке, творится полная неразбериха. Некоторые хотят машину, но она дорогая. Не понимают, что можно привезти, сколько это стоит. Вот живой пример. Пожалуйста, смотрите. Нравится, не нравится. Мнение ваше пишите в комментариях. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Знакомьтесь, владелец тачки Андрюха. Привет. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Парень молодой, 33 года, женат, детей нет. Андрюх, давай по порядку. Смотри, что у тебя было до этого и почему ты решил продать текущий автомобиль и купить вот такой? Ну, до этого последняя машина была Stinger. Kia Stinger 2.0 Turbo. Чипованная, 255 лошадей. Продал ее буквально в марте. И перед покупкой уже конкретно Рекстона женой задумались о том, чтобы купить большую вместительную машину, так как приобрели дом. И, соответственно, ну, надо закупаться. Большой багажник. В дальнейшем планируем детей. Плюс не очень хорошая дорога к дому. Приняли решение заказать корейца. За год, наверное, начали мониторить рынок. Перебирали разные варианты. Начали сначала с Мохава. Ну, пошел курс вверх. Мохав, соответственно, по деньгам за счет того, что двигатель 3.6 стал, ну, существенно дороже. Сейчас их привозят где-то за 3.5-3.8. Ну, то есть разница, ну, почти миллион получается, если в хорошем состоянии, хорошей комплектации. Перебирали еще японцев. Ну, японцы были правый руль. Жена категорично не хотела. Она тоже водит. Ну, и решили остановиться на Рамнике на Рекстоне. По сути, это единственный вариант, который был из Рамника в Корее, не считая Мохава. А вот здесь важная деталь. Если посмотреть на Андрюху, такой на его стиль, на образ, мне кажется, Kia Stinger тебе подходил идеально. Молодой такой, игривый парень. Но ты упустил одну важную деталь, о которой рассказал ты мне в переписке, когда мы с тобой общались по этому автомобилю. Одна из причин продажи Kia Stinger была... Ну, собственно говоря, купили дом. Нужен был большой клиренс. Ну, и опять же, хотелось надежный внедорожник, который служил бы верой и правдой, и долго ездил. Ага, забыл. Напоминаю. Значит, одна из причин продажи Kia Stinger была его ненадежность мотора. Да, было. И когда ты читал на форумах, ты уже понимал, что сейчас с запчастями на Stinger проблем. Да. И если у тебя отрыгнет мотор, то это миллион рублей плюс. Да, где-то миллион рублей, как вот писали ребята с чата, кто сталкивался с этой проблемой. Мотора в России уже нет. Вот. А владельцы пишут о том, что такое быть может. А пробег у тебя сколько был на Stinger? 44. 44. Короче, подумал сразу наперед. Да. Друзья, вот, пожалуйста, рациональное мышление. Те, кто будут присматриваться к автомобилям с пробегом, которые есть на нашем рынке, обратите внимание, что у Stinger есть такой подводный камень, на который можно наступить и будет хана в перспективе. Дальше переходим. Вот смотри, новенький автомобиль. Ты определяешься с ним, то есть получается так, что у нас бюджет был до 3 миллионов рублей. Да, все верно. Вот давай откровенно, глядя на нее, такое ощущение, как будто пенсионерская тачка. Вот внешний вид такой зализанный, можно сказать, такой уставший. Ну, немножко классический, наверное, как раньше было. Если мы посмотрим на сегодняшний автомобиль, в том числе, там, китайцы, японцы и прочие, кто выпускает новые машины, ну, они прям такие уже действительно на шаг вперед, а этот, как будто, вот, десятый год. Ваше мнение с женой, когда вы посмотрели на машину? Слушай, мы не ожидали, что, во-первых, она такая большая. У нас Рэкстон это ездит, ну, предыдущих кузовов. Они визуально поменьше, прям так существенно меньше. По внешке у нас не было никаких вопросов, на самом деле. Внешность нам нравится, морда прям вообще заходит. Задница, ну, так, честно, на любителя. Вот задницу я бы немножко, конечно, поменял, особенно стопы. Немного так вот, что-то где-то, да, есть пенсионерская. Но машина едет хорошо, на удивление, прям бодро. Пересев со стингера на нее, у меня не было какого-то диссоциативного расхождения. То есть я вот сел, поехал, и бодро, четко, хорошо едет, уверенно держит трассу, хорошо рулится. У нее, получается, постоянный задний привод перед подключаемым. И стингер тоже заднеприводная, по сути. И вот в плане рулежки, ну, они не то, что прям похожи, но есть вот сходство определенное. Друзья, мы отправляемся на тест-драйв. Ну вот, зацените, давайте, вместе объективно. Я вам показываю так вот интерьерчик, мы присели в автомобиль. Что скажете вы? Я скажу так, когда садишься в машину, ну вот опять же, после тех же самых китайцев, здесь прям к чему-то такому вау, ну, невозможно. Но, что мне нравится? Вот мне все-таки вот этот олдскул, скажем так, кнопки управления, что ты можешь сам все включить, это очень круто. Потому что на многих современных тачках начали ставить эти бесконечные дисплеи. И чтобы какую-то фишку включить, там, опцию, тебе нужно хрен знает, куда в меню залезть. Понятно, что став владельцем, ты быстро к этому привыкнешься и научишься. Но вот здесь как-то, мне знаешь, вот поприятнее. Садишься, рычаги управления, переключатели, все как-то проще. Вот, Андрюх, ты же по-любому смотрел всякие видосы там на YouTube про китайцев, я не знаю, там и так далее. Там, вау, дисплей современный, графика, фигафика. Ну, как-то после Stinger меня это уже не цепляло. Вот до этого, перед покупкой Stinger, когда была Mazda 3 2012 года, да, тогда это цепляло. А сейчас уже как-то в 33. Хочется, наверное, больше, опять же, надежности и удобности. Stinger тоже был такой немножко смешанный, там и кнопки алюминиевые, и тачскрин. Но по факту почти не пользовался этим дисплеем. То есть смысл этого всего сенсорного, не знаю, мне непонятно. А так ты едешь за рулем, смотришь вперед, интуитивно находишь кнопку, нажимаешь. Вот с этим соглашусь полностью, потому что точно так же и для себя, когда смотрю некоторые машины, вот как вот залазишь постоянно, ты что-то лазишь, смотришь машину. Я понимаю, что есть ряд опций, которые мне прям нахрен нужны. Эти дополнительные опции, это тоже бабки, это за все ты дело платишь. Здесь же, вот, ты сел, такая классика, назовем ее именно классикой, по-другому не скажешь. Но для города, мне кажется, тяги здесь вообще с головой. Да, вполне. На трассе, возможно, там на скорости свыше, там, 140-180 км. Ну, у нее, опять же, предел какой? Который 200, наверное, не больше. Ну, ездили в районе 200, да. Я лично разгонял ее до 170, ну, на 150 уже такой прям шум появляется хороший. Но до 150 вообще уверенно едет, ее не шатает, ничего, прет как танк. Ну, и по мягкости хода мы проезжаем различные неровности. Ну, тачка валкая, тут ничего не скажешь, что это не прям какая-то сбитая машина. Но, опять же, задача у нее такая, чтобы она была комфортная для постоянного передвижения. И она, собственно, с этим справляется. Ну, смотрите, в поток заходим, 20-очка, пошел. Вот, подхватило. Ну, смотрите, не сказать, да, что мы прям влетели в поток, но 80-90 мы набираем, а дальше больше и не надо. То есть для города вот таких, для, скажем так, адекватного стиля вождения этого хватит с головой. Но есть, конечно же, желание погоняться, поноситься. Это, в принципе, не тот автомобиль. Это тоже нужно понимать. Вот ты на Стингере активно ездил, агрессивно, скажем так. Да, агрессивно. Пересев с агрессивной тачки, на которой можно там наваливать, дорогу неплохо держит, на вот такой автомобиль. Скучно стало? Ну, слушай, нет, на самом деле. Я удивился, потому что мне казалось, что вот первая тысяча километров прям будет некомфортно ехать. Но машина не провоцирует тебя прям сжать тапку в пол, пытаться там кого-то обогнать. Ты едешь, как на большом корабле, а Стингер, наоборот же, тебя постоянно гонит. Нажми педаль, обгони кого-то, перестройся. Здесь такого нет. Ну вот, прямой участок, 40. Ну, не гонка. Не гонка. Не гонка, абсолютно. Ну, и еще плюс такой жирный, что не орет она. Вот что хорошо. Да, турбина на взгляде такая. Мы разгоняемся, да, но она так тихонько едет. То есть нет такого, что нога с нажала, она... И просто с криком ты уезжаешь еле-еле. Да, вполне. Гипноз, гипноз, гипноз. Что вы видите сейчас на экране? На самом деле это замедленная съемка при определенном освещении краски. Да-да. А я хочу донести до вас информацию, что мы оказываем услугу по привозу автомобилей из-за границы. Если вам нужен автомобиль, вы видите номер на экране, оставляйте заявочку. Если у вас есть готовое предложение, присылайте. Постараемся его улучшить, если на честных условиях это возможно. А еще есть телеграм-канала, куда я всегда выкладываю подборки по новым автомобилям от официальных дилеров в России. Подписывайтесь на него, ведь там, помимо этого, выходят еще и анонсы по каналу. Все, все, не отвлекаю. Продолжаем. Техническая часть. Очень часто вы просите об этом говорить, хотя бы кратенько, чтобы было понятно. Вот, Андрюха, ты изучаешь машину. У тебя под капотом 2,2 дизель. Работает он в паре? С 7-ступенчатым автоматом Мерседеса. Мерседесская коробка ставилась в 166-й МЛ, в Ц-шке до 2018 года и в Е-шке до 2018, если не ошибаюсь. Ну, в общем, это вот прям настоящий Мерседес. С точки зрения надежности, ты же читал, изучал, что пишут, не знаю, там, в Корее, в целом, вот эта связка. Конкретно этот мотор, эта коробка в целом. Д-22 ДТР, у него чугунный блок. У нас, как таковых, обзоров на него никаких нету, но, посмотрев форумы в Корее, пообщавшись с теми людьми, кто вот подбирает, кто, ну, так, крутится в этой теме, выяснили, что где-то в среднем 300-500 они ходят без каких-то капиталок. Заезжал на сервис, уже, соответственно, менял у нас все масла, все расходники, то есть в машине полностью все поменено. Ближайшие там, ну, только масло меняю, вот двигатели каждые там 7500, и на этом все. Ребята из сервиса сказали, что блок управления тоже Мерседеса стоит, мотор беспроблемный, детали на него в целом у нас все есть, легко ремонтируется. Вот, друзья, пожалуйста. Таким образом мы делаем вывод, что ребята смотрят, с запчастями вопросов нет. Опять же, с запчастями, в принципе, мне кажется, вопросов сейчас нигде нет. Привезти можно все, что угодно, но сейчас есть один жирный-жирный минус, то, что тащат очень много контрафакта. И привозят такие подделки, вот я общаюсь так с людьми, кто говорят, вот мы работаем в сервисе всю жизнь, я беру запчасти, я уверен, что это оригинал, все запаковано, но это подделка. То есть прям очень хорошо делают подделки. Сколько обошлось тебе полное такое ТО, назовем его, замены всех масел и так далее? Смотри, все масла я покупал отдельно. ТО с заменой всех жидкостей, не считая двигателя, обошлось 9500. Были поменены масла в раздатке, в дифференциалах, все фильтры, которые есть. Масло в двигателе меняли в Корее на оригинал Сан Йонга. Ну и того, смотри, 9500 и по запчастям? По запчастям примерно 13, может быть, все масла, которые вообще в принципе были. Короче, округляем, 25 тысяч, пожалуйста, будь добр, все заменено. А так в среднем, например, раз в 7500 ты будешь менять масло, а присматривался, сколько плюс-минус будет стоить? Масло стоит где-то в среднем 3,5-4,5, там опять же какой брать? За 5 литров? За 6. За 6 литров, ну и отдельно там фильтр, короче, в десятку, без проблем, сработаем. С фильтрами совсем можно уложиться. Расход топлива какой у него? Посмотрел уже? Расход топлива, ну компьютер немножко странный рисует, иногда проезжаю, пишет 5,7, после выключения выдает 9,5. То есть пока еще много не ездил, прям вот не могу сказать точно, но в любом случае существенно меньше стингера, который ел, если вот по городу прям поднаваливать, 16-17, как за здрасьте. Ребята, пожалуйста, вот такая, с одной стороны, тут уже на любителя, пишите ваше мнение в комментариях, как вам внешний вид, привлекательная машина, не привлекательная, но самое главное N, надежная. Как ты считаешь? Я считаю, да. Двигаемся? Поездим, посмотрим, конечно. А еще, доверяй, но проверяй. Вот я занимаюсь автомобилями, регулярно встречаю такую практику, когда человек приезжает сдать свой автомобиль в трейд-ин, здесь у нас в России, к официальному дилеру, и ему говорят, слушайте, а у вас крыло чинилось. А он и знает, не знает, потому что он второй, третий владелец, ему об этом никто не говорил, покупал сам, без каких-либо подборщиков, и тут оп, неприятность. К чему это приводит? Ну, местами к мелочам. 15-20 тысяч тебе да подкинут. Если больше был ремонт, сильнее, то, собственно, и подкинут ее побольше. Поэтому, друзья, я вам уже неоднократно говорил, что если вдруг вы занимаетесь автомобилями, хотите купить машину новую с пробегом, вот, профессиональный прибор, толщиномер от компании Корсис. Фишка прибора заключается, одна из тех, в том, что он производится на территории нашей страны, в Омске. У него пожизненная гарантия. Если вдруг что-то с ним случится, пожалуйста, отправляйте, вам тут же дают новый. Работает все дело из коробки, но, тем не менее, у него в комплекте идет все, что нужно для калибровки. Как работает? Подходим и пошли потихонечку. Дождь, снег, слякоть, вообще пофигу. Идет световой индикатор. Если зеленый, значит, все хорошо. Если желтый, значит, нужно обратить внимание. Если красный, значит, хана. Я уже неоднократно показывал, как он работает, но есть турбо-режимы, есть возможности проверять все различные изгибы. Буквально один из единственных, который может точно так же отслеживать магнитную шпаклевку. Это реально крутая вещь. Реально проверенный хороший прибор. Все те, кто работает в автобизнесе, уже выбирают давным-давно Корсис, так как передвигаясь по салону, видел, что ребята ходят с таким же. Ссылочку оставлю на него в описании. Все полное, подробное описание, что он из себя представляет там же. Поэтому, если вдруг хотите купить машину или работаете в автобизнесе, запомните, Корсис, толщиномер должен быть у вас в кармане, как это есть у меня. Пользуйтесь на здоровье. Обратите внимание на клиренс автомобиля. Вообще заявленный, говорят, там 240 миллиметров. Да, 240. Мне кажется, он что-то пониже. При этом, обратите внимание, что есть пороги, которые не выдвигаются, не уезжают никуда. Они статичные. И они заводские. То есть здесь, с точки зрения какого-то тюнинга по автомобилю, нет ничего. Колеса хромированные. Ну, собственно, в странах Азии нравится людям хром. То есть обилие хрома, оно присутствует. Там это считается как бы оттенком премиальности. Лухари. Лухари, да. Что скажешь по машине вообще сам? Вот вы ее получаете, пришли. То есть вы ее, получается, покупаете по картинкам. Вживую эту машину приехать где-то в России, найти, потрогать, посмотреть невозможно. Вживую ближайший вариант, который рассматривали в покупке в России, был в Нижнем Новгороде, если не ошибаюсь. Пробег под 80, цена была 2,8 с чем-то там. Причем это получается как бы между рестайлинговый кузов, изменена решетка, там чуть-чуть по морде изменения. Там прошлый вариант был. Пробег был больше, цена была чуть поменьше. Но опять же, непонятно, скрученный, не скрученный. Проверить это было невозможно. Уточнил все документы из Кореи у ребят, чтобы не скинули, посмотреть, сравнить. Сказали, ничего нет, непонятно, как машина. Пришла история, то есть полностью непрозрачная. Вот это вот, конечно, огромный такой минус автомобилей привезенных, что обдурить вас можно на раз-два. Особенно, когда купил, покатался, крутанул пробег. Еще постарайся потом вычислить, какой он реальный там был. Могу по порогам немножко добавить. Вот ты сказал, пороги не выезжают. Есть доп. опция от официалов. Они ставят выезжающий порог, но искали специально без него, чтобы в случае чего, опять же, не было лишнего ремонта, непонятного, где опять же это все искать. Заказывайте скорее, как, что, непонятно. Поэтому было прямо вот четко заявлено, чтобы пороги были такие. П. Продуман. Есть вероятность, что сломаются, лучше от нее отказаться. Вот ответь, пожалуйста, Андрюх, смотри, 2019 год. То есть машине пошел уже по факту практически там четвертый год. Пробег у автомобиля там 36 тысяч уже ты маленечко так накатал. 2,8. Ждал два месяца. Зачем тебе машина из-за границы, когда можно было пойти купить у официалов китайца? В эти деньги ты плюс-минус что-нибудь донашел. Китайцев мы на самом деле даже и не рассматривали. Был момент, когда одно время смотрели... Сейчас я вспомню, как же эта модель называется. Самый большой Чанган. Юникей какой-то? Нет, не Юникей, больше. Юниви? Что-то там 90. В общем, как прадик по размеру, большая. Но опять же, двухлитровый мотор бензиновый. Нету никаких ни отзывов, ничего. В России они вот только-только завезлись. В Китае они с 2018 года. У нас они появились в 2022. Ни истории, ничего. Ну, не ясно, как их обслуживать, что с ними делать. По коробке, опять же, были вопросы. Поэтому на Китае сразу у нас отпал. Корейцы были до этого, получается. На стингере ездил. Ну, проблем у меня лично никаких не было. Менял только расходники у официалов. До этого была Мазда-тройка японка. Собственно, вот так вот. Ну, а почему тогда не выбрал в рамках этого бюджета посмотреть что-нибудь японское? Или того же самого корейца? Я не знаю, там какие-то другие автомобили из наличия на вторичке. Хотелось именно почему-то вот большую машину, которую мы возьмем надолго. Рассматривали, я уже говорил, прадик японский. Но он был, получается, праворульный. Леворульный за эту стоимость это был бы где-то, наверное, 13-й. Ну, максимум 15-й год. Комплектация существенно ниже. Это был бы 2,7 бензин, атмосферник, который вообще не едет. Ну, и зачем? Андрюх, ну вот ты получаешь автомобиль. Приходишь, садишься в него. Давай, первое впечатление. И что тебя здесь прям подкупает? Возможно, какие-то минусы есть по автомобилю, что тебе вот не нравится. Расскажи нам. Ну, первое впечатление – большой вместительность. Stinger вроде тоже широкая машина, но она зауженная. Здесь прям вот чувствуешь свободу. Удобная регулировка сидений. Можно, ну, не прям по-седановски сесть, но достаточно низко. То есть не будешь себя чувствовать, как в автобусе. Что понравилось? Полностью русский язык на приборной панели есть. Мультимедиа, она частично английская, частично корейская. Но в целом это потратить буквально полчаса, один раз перевести, настроить, запомнить, что где и больше к ней не возвращаться. Отделка салона тоже понравилась. Все мягенько. Здесь вот под дерево. Приятная кожа. Есть подогрев, есть обдув, подогрев задних сидений. Вместительный достаточно бардачок, как мне кажется. Он коротковатый, но достаточно глубокий. Ну, что еще? Оптика какая здесь стоит? Диодная? В заводе стоит, получается, галоген дальний и ксеном ближний. Переставил у ребят в Москве на диод полностью передний и дальний. Ближний и дальний свет. И стопы тоже на диоды поменял. Когда машину взял, посмотрел по опциям после стингера. Знаешь, очень часто рассказывают, что вот в России все комплектации хрень, а вот для внутреннего рынка всегда все лучше. Вот ты покатался на этой машине, ты почувствовал какие-то изменения? Может, какую-то фишку заметил, если едешь, что о, ничего себе. Самая забавная фишка, которую увидел, на поворотнике есть дополнительная кнопочка «Спасибо». То есть я у нас такого нигде не видел. А так, ну, не знаю, сложно мне сказать. Видишь, если бы они у нас бы продавались, можно было бы сравнить там по комплектациям. Но у них сложно найти какую-то машину, в которой прям вот пусто, ничего нет. У них даже самая база, в принципе, может дооснаститься всем, что ты хочешь. Ну, там чуть-чуть, я, насколько помню, не будет. Камеры 360 в любом случае они в базу не ставят. А все остальные вещи в целом можно. Ну, кожа там еще будет отличаться, эко-кожа здесь кожа. А так? Слушай, вот интересный вопрос. 2,800 под ключ – это здесь, в России. А когда ты покупаешь там машину, вот конкретно цена автомобиля в Корее? На рубли получается 1,660,000 – это по таможенному приходному ордеру. 1,660,000. Ребята, 1,660,000 и плюс 1,200,000. Пожалуйста, ласточка стоит у тебя. Как вам? Внутренний рынок – это есть внутренний рынок. Опять же, рассказывать о том, что вот там дешевле. Все об этом знают. Что про это говорить, если мы-то тут, а не там. Слушай, расскажи, пожалуйста, про вместительность багажника. Вот ты покупал как раз целью того, чтобы у тебя машина была больше, вместительность больше. Ты это почувствовал? Или уже мало места? Ну, пока еще сложно сказать, на самом деле. Будем ехать с женой в Крым. Мы как раз закупили кучу люстр. Забьем весь багажник. Делаем сейчас ремонт в доме. В Москве существенно дешевле, кстати, те же люстры, что и в Крыму. У нас ценник так прилично выше. Ну, вот забьем, проверим. Ну, багажник вместительный. Опускается полностью задний ряд, ровный пол. Плюс еще дополнительно складывается. Слушай, а ты рассказываешь то, что в Крыму. То есть, получается, в данный момент сейчас ты в Крыму строишь дом? Да. Все верно, в Севастополе. Ну, не строю дом, а делаем ремонт уже. Ребята скажут, рисковое место нынче. Ты что ответишь? Ну, с одной стороны, да. Я, наверное, где-то соглашусь. Но, опять же, я вырос в Севастополе. Всю жизнь мы там прожили. Были моменты. В прошлом году мы ездили с женой в Краснодар. Хотели присмотреть варианты квартиры или дома. Как раз, когда встал вопрос по выбору жилища. Ну, честно, не понравилось там. А цены где выше? В Краснодаре или в Крыму? Цены в Краснодаре существенно ниже. А ниже? Ниже, да. Прям ниже. Где-то миллиона на 2-3, наверное. Вот на то же самое. Ну, переднее сидение можно подвинуть, получается, со спины. Ну, и так, места сзади много. Но, опять же, ты особо не высокий рост. У тебя жена сколько рост? Жена метр шестьдесят три. То есть, вам как раз прям поближе двигаетесь. И вам комфортно. И за вами места полно. То есть, соответственно, когда дети будут, им там ближайшие лет пять, как минимум, место будет комфортно с точки зрения того, что здесь будет установлено детское кресло. Ну, и не забывайте, друзья, что фишка еще хорошая в том, что сложив сидение, у вас получается ровный пол. А это реально круто, потому что ребята любят много чего перевезти. И для них это будет практично. Запрыгиваю. Обратите внимание, да, дверь. Ну, девяносто градусов, понятно, не открывается, как в Хонде. Хотя, я не знаю, что вы не делаете так же. Надо девяносто градусов. Но посадка в автомобиль, в силу того, что есть порог, сам автомобиль высокий, но реально мега комфортно. И вот так вот ты присаживаешься внутрь, у тебя над головой места достаточно. Развалиться можно. То есть, здесь еще можно чуть откинуться назад. И на дальнее расстояние, да, сложив ручки, можно неплохо так прокатиться. Казалось бы, вот давайте я стараюсь быть объективным. Визуально мне лично автомобиль, но не очень. То есть, он какой-то такой ровный, скучный, не сильно там какой-то задиристый. Но с точки зрения, если смотреть на него как на машину, перевозить вещи, самому ездить. Ну, смотри, все, что надо, тебе есть. Ты присел и отправился. Собственно, это и была ключевая задача. Так еще самое главное, что тачка надежная. По узлам, по агрегатам. Андрюха, как минимум, за нее не переживает. А прямо сейчас наша рубрика «Мнение оператора», которого обычно никто не спрашивает. Вот за кадром говорю, ну давай расскажи. А она мне, да мне нечего сказать, одно и то же все время буду говорить. Ребят, вдумайтесь, до этого высказывалась по китайцам, а здесь, ну, одно и то же, нечего сказать. Ну что, ты неужели не видишь разницу по внешнему виду, по интерьеру? Как тебе машина? По габаритам? Всем привет. Слушайте, может быть, я кого-то сейчас огорчу, но, по-моему, китайцы лучше. Чем лучше? Визуально красивее? С внешним видом, да. Что внутри салона, что снаружи. Ну, либо, потому что это 2019 год. Да. Ну, извините, но каждый год прогрессируют, улучшаются. Лучшие инновации, лучшие технологии, лучший визуальный вид у всех машин. Возможно, это играет роль. Мы снимали в последнее время новые, да, китайцы? Поэтому не исключено, что мое мнение делится, так скажем, на не очень и получше. Ну, с точки зрения, например, посадки в автомобиль, вот ты садилась назад, мы передвигались, место сзади, достаточно вот так вот, как машина по вместительности, например? Достаточно. Я бы характеризовала так кратко, чтобы не размазывать кашу по тарелке. Это машина путешественника в возрасте. Ну, я так вижу. Да, то есть, если мы снимали там американца, я говорила, это вот там спортивный человек какой-то, китаец это такой владелец. Здесь я вижу, например, нашего папу, чтобы он поехал куда-то путешествовать, разложил там сиденья, лег спать, переночевал там. Он, конечно, это не любит, но неважно. Я примерно возраст имею в виду, что, кого я здесь вижу. Друзья, собственно, мне кажется, это вполне адекватное описание для этого автомобиля, но ваше мнение, конечно, высказываете в комментариях. Ключевой момент, про который нужно не забывать, что вот это проверено годами, это надежно. Это востребовано, то есть, вот эту машину на авторечке, в принципе, продать будет не проблема. Или проблема, а? Вот напишите ваше мнение в комментариях. Потому что Андрюха рассказывает, что в Крыму Рекстоны востребованы. Соответственно, перспективу скинуть его будет легко. Опять же, думает он об этой перспективе, когда ему вот только машину купил, сейчас здесь и сейчас нужно ездить. Поэтому здесь я предлагаю вам уже высказаться в комментариях. Ну и приближаясь к завершению, наверняка возникнет вопрос. Чем нужно заниматься, где нужно работать, чтобы можно было позволить себе в 2023 году купить машину за наличку, за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Чем ты занимаешься? Ну, я работаю в IT-сфере. Тестировщик программного обеспечения уже более 10 лет. Рабочая тема вообще? Тестировщики? Или вот то, что, смотри, я рекламирую, я рассказываю. Есть комменты из серии. Все это хрень нереально. Что скажешь? Смотри, по курсам, честно, не могу сказать. Потому что я в этой сфере уже 10 лет. Я пришел в нее после вуза. Есть ребята, кто приходят после курсов. Но их не то, чтобы прям вот очень много. Нет такого прям потока. Но могу точно сказать, в России сейчас есть нехватка специалистов IT-профиля. То есть тема востребованная. Если башка работает и желание обучаться есть, и ты к этому склонен, да, потому что тоже надо уметь какой-то определенный склад ума, чтобы ты пошел. То есть обучиться и зарабатывать сегодня, дома, за границей, где угодно, из офиса. Сейчас в основном большинство компаний работает на удаленке даже. Андрюх, тебе в качестве благодарности, ну, на тебя контакты не оставляем. Чем жена занимается? Жена занимается SMM. SMM? Раз. Маркетинг, продвижение личного бренда. Ага. Ребята, оставим контакт на Андрюху. Мало ли, кому-то будет интересно. Напишите, ты уже там сведешь. Возможно, посотрудничайте, заработайте. Тебе спасибо, что приехал. Спасибо. Удачи. Надеемся, что автомобиль тебя будет не подводить, и ты будешь все так же радостен в ближайший год, два, три, пять, смотря сколько на нем покатаешься. Лично мое мнение по визуальному и внешнему виду, как я сказал, ну, не знаю, спорное решение. Но, с другой стороны, если рассматривать автомобиль именно как автомобиль, вот что рассказывал Андрей, нужна была высокая рамная машина вместительная. Ну, вот оно стоит, пожалуйста. Нужна была машина с бюджетом до трех миллионов рублей под ключ здесь и сейчас. Вот оно, пожалуйста, стоит. Есть тачки круче, симпатичнее, на фарширование, богаче и так далее, но это все, ребята, внимание, выше по цене. Поэтому, что об этом говорить. Можно найти автомобиль, там, я не знаю, Land Cruiser 200-й, 15-летний за два с половиной миллиона рублей. Но нужен он тебе, когда вот здесь там плюс-минус свежая машина. Мотор 2.2 дизель, до налоговой, пожалуйста. По топливу, по расходу, все устраивает. Вот, допустим, передвигаться на дальние расстояния, много ездить. Ну, вот, оно стоит здесь и сейчас. Китайцев не рассматривал вообще. Поэтому, я думаю, что многие из вас выбор Андрюхи поддержат. Кто-то осудит, скажет, надо было купить. Вот что надо было купить, пишите в комментарии. Напоминаю, что я открыт. Пожалуйста, почта и все контакты со мной ждут вас в описании. Пишите, пригоняйте ваши автомобили, показывайте по-живому. В идеале, конечно, было бы увидеть кого-то из владельцев китайцев, кто скажет, купил и пожалел. И по существу покажет, чтобы у нас была с вами полная объективность. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти ролики. Все полезные ссылочки ждут вас в описании. До новых встреч, всем пока-пока.